Время диктует нам новые правила, но думать о будущем все-таки необходимо. А недвижимость, как и прежде, остается некой гарантией стабильности. Что происходит сегодня на рынке, узнаем прямо сейчас с нашим постоянным экспертом, генеральным директором риэлторской компании Александром Дмитриевым. Доброе утро, Александр. Здравствуйте, друзья. Александр, ну за эту неделю столько изменений на рынке жилья в свете последних событий. Что вообще происходит, расскажите. Смотрите, получается, что активность, конечно, стала ниже, и это больше касается покупательской активности. То есть у нас что изменилось? Покупатели стали реже нам звонить, хотим купить квартиру, хотим купить. Продавцы стали обращаться чаще, хотим продать, хотим продать. То есть в среднем пока вот тренд выглядит так. Есть ситуации, когда люди отказываются от сделок, потому что они планировали их раньше, а сейчас говорят, что нам надо куда-то уезжать, переезжать, там что-то у нас изменилось. Но в связи с этими событиями вот эти вот движения, они ощущаются. Параллельно с этим есть ситуации, когда те, кто не планировал покупать, говорят, да, мы купим эту квартиру. То есть пока, слава богу, пока это выглядит так. То есть одни покупатели отказались от сделки, но очень быстро нашелся другой покупатель и внес аванс. Вот. В целом, я бы сказал, что скорее активность ниже будет в перспективе и вот сейчас тоже. Она, конечно, ниже, чем на прошлой неделе или на позапрошлой. Поэтому, ну, наверное, оптимизма у продавцов все-таки должно быть чуть меньше. На этом фоне продавцы будут каким-то образом снижать, может быть, стоимость объектов? Или наоборот стоимость будет расти? Ну да, ну давайте подумаем вообще, как сейчас себя вести и что посоветовать продавцам и покупателям. Да, конечно. Получается, что на месте продавцов, дело в том, что продавцы, они всегда делятся на разные группы в каком смысле. Есть продавцы, которым надо решать, и они настроены на результаты быстро решить. Но очень большая часть продавцов на рынке вторичной недвижимости прежде всего, они говорят, да мы не спешим, мы вот хотим 5 миллионов, да, мы подождем. А им предлагают 4 700 или 4 800, они говорят, ну не, 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 мы еще подождем, потому что вот там будет декабрь, ажиотаж или ноябрь. Вот сейчас вот это вот поведение, оно деструктивное, можно сказать. То есть если вы ждете какого-то декабря от него, ну, позитива в том смысле, что цена пойдет вверх, это очень рискованная стратегия. Поэтому сейчас продавцам я бы советовал быть гибкими. Почему? Потому что сейчас очень большое количество людей все-таки в том числе бегает с ипотечными кредитами на нормальных условиях, а ипотека, она становится интригой. На каких условиях теперь банки будут выдавать, мы это узнаем, конечно, через 2-3 недели. Дай бог, чтобы условия такие сохранились, да, но там точно фильтры будут более жесткими, потому что сейчас огромное количество заемщиков попадает в зону риска. Ну, например, даже, наверное, я бы стал рискованным с точки зрения банка, а если люди еще подлежат мобилизации, то они еще более рискованны. То есть они были заемщиками, а стали не совсем заемщиками, ну или так далее. Перемещение с работы и так далее. Вот, поэтому это большая интрига. И поэтому получается, что продавцам надо не тянуть, если они действительно понимают, тут очень важно, что вы понимаете, для чего вы продаете квартиру. Ну, как правило, продавцы понимают, у них есть какая-то цель. Погасить кредит неудобный, переехать в другую квартиру, почему бы нет. Вот, что касается покупателей, тоже вопрос важнейший, потому что, смотрите, вы собрались покупать квартиру, и вы думаете, покупать, не покупать, вот что-то тут началось такое. Я считаю, что очень многим покупателям надо тоже купить эту квартиру, если вы уже настроены, и вы на рынке дошли до определенных, ну, определенные шаги сделали. Почему? Потому что риск, что ипотечные условия ухудшатся, большой. А настроения такие, что прямо цены пойдут вниз быстро, мы можем об этом мечтать, но практика показывает, что продавцы-то они не очень уступают. Потому что как только начинаются вот такие вот тревожные моменты, продавцы начинают задавать себе вопрос, что, а для чего я продаю в самом деле, я лучше посижу, пересижу с этой квартирой. Ну и поэтому вот получается, что и продавцам я бы советовал, ну, выходить из сделок, но и покупателям, в общем-то, активизироваться, если ваша жизненная ситуация и обстоятельства, ну, говорят вам, что да, почему бы нет. Потому что с деньгами сейчас сидеть, ну, как-то совсем неинтересно, то есть в этом смысле ориентиры потеряны. Я предполагаю, что в ближайшие, наверное, недели на рынке будут отчасти потеряны ценовые ориентиры. Ну, то есть что значит потеряны ценовые ориентиры? Если мы считали, что вот эта квартира стоит 5 миллионов, мы ее можем выставлять за 5, а она какое-то время не будет никаких откликов. То есть в этом смысле вам очень важно сейчас сотрудничать с компаниями, в которых очень хорошо с аналитикой и которые понимают вот это соотношение спроса и предложения, потому что оно постоянно меняется, то в пользу продавцов, то в пользу покупателей. И поэтому бывает так, что надо немножечко настройки сделать поточнее, то те объекты, с большой долей вероятности, те объекты, по которым была хорошая активность, ну, например, за 5 миллионов, 2 недели назад, через 2 недели, вполне возможно, как один из вариантов развития событий, по моему опыту, надо будет уже выставлять там за 4 920, чтобы посмотреть, что покупательский спрос, ну, все-таки он существует. И очень важно тогда определять стоимость, снова прийти к такому инструменту, как определение стоимости экспериментальным путем. Это когда вы работаете с компанией, у которой прекрасные рекламные возможности, которая тратится на рекламирование вашей квартиры, везде на всех ресурсах, и дальше вы вместе с компанией видите, сколько пришло на этот портал, на этот, на этот, сколько вы получили звонков, есть ли реальные предложения, и вот так вот как бы оперировать с тем, что немножечко меняем цену, меняем, но начинать надо сверху, и тогда будет более точно. Потому что в условиях потери ориентиров вы можете слишком сильно уступить в цене и продать, ну, несколько дешевле, чем, ну, это возможно, чем было бы разумно, да. Ситуация такая неоднозначная и довольно тяжелая, и одному, мне кажется, в этом не разобраться. А вот главный вопрос, куда все-таки обращаться за консультацией, ответ узнаем прямо сейчас. Ну, друзья, традиционно я рекомендую вам обращаться к нам в компанию Диал, мы работаем уже 29 лет на этом рынке, опыт накоплен огромный, поэтому в таких ситуациях, как даже сейчас, мы понимаем, как правильно ориентироваться, поэтому ждем всех и продавцов, и покупателей. У вас сейчас у всех много вопросов, что делать, что можно сделать, как правильно купить квартиру, а иногда, может быть, и не стоит ее покупать на этом этапе. Это все мы вам рассказываем с удовольствием. Мы работаем с 9 утра, уже скоро откроется наш офис, кстати говоря, до 9 вечера. И в выходные у нас расписание покороче, это вы можете узнать на нашем сайте, поэтому, пожалуйста, обращайтесь и по продажам, и по ситуациям, когда вы, допустим, уже нашли друг друга сами, и по, конечно, всем вопросам, связанным с ипотекой. Так что удачи, друзья, и ждем вас.